Доброе утро. Рада всех приветствовать. Для начала представлюсь. Меня зовут Юлия Нагорная. Мое духовное имя Кирти Дебрадж Каур. Я из Украины, из Киева. Я являюсь учителем, преподавателем Кундалини Йога и целителем Садднам Рассоян. Немножечко пять слов расскажу о себе. Основной моей профессией является работа с людьми. Это остеопатия, акрально-сакральная терапия и эмоционально-образная терапия, психотерапия. Мой путь в Кундалини Йога, он был очень интересный, потому что, знаете, как и все, мы в духовные практики приходим только тогда, когда у нас что-то случается. На самом деле я родилась очень непростым ребенком, ну в каком плане простым ребенком, очень хорошим, но способным. И целители у нас были в роду, и, так сказать, знаете, миссия моя, да, вот как целителя, она мне предалась. И, наверное, всю жизнь, всю свою неосознанную, да, я стремилась к тому, чтобы попасть домой. И когда познакомилась с Кундалини Йога, да, с Кундалини Йога, пья достаточно к Кундалини Йога недавно, потому что до Кундалини Йога занималась, unified, изучала тибетские практики, изучала даосские практики, и когда попробовала кундалини йога практику, я поняла, что это то, что нужно. Потому что во всех других направлениях, которые я до этого пробовала, нужно было то состояние, да, и то ощущение, которое я испытала в практике, медитацию за 11 минут кундалини-йога, да, мне нужно было, наверное, месяцами нарабатывать в других практиках, с других направлений, да, вот, и я поняла, что попала домой, вот, и, соответственно, что мой путь очень стремительный, начался, все начала изучать быстро, да, сначала это, сначала пошла в Сатамарстоян, вот, и мне насколько понравилось, и, вы знаете, такое впечатление было, что я всю жизнь делала эти практики, я их знаю, как выполнять, у меня все очень легко получалось, и мне хотелось все больше и больше, я знаю, что многие из вас, да, кто только кундалини-йога, я думаю, что вы тоже самое ощущаете, вот, и увидела, что практики кундалини-йога, да, они дают не только какой-то такой эзотерический подтекст, да, но они еще дают и физическое, да, физическое крепкое здоровье и много чего, да, то есть сознание меняется, очень стремительно, и, собственно, до кундалини-йога, да, я работала с людьми долгое время, у меня уже были группы, вот, были мои ученики, и понимала, что я не знаю, что их учить, да, и я понимала, что для того, чтобы нести кундалини-йога, ее нужно правильно изучить, вот, и таким образом, вот, шла на тренинг учителей, да, в нашей школе, в Долинискую, и, соответственно, вот, сижу перед вами сейчас уже как сертифицированный учитель, и веду за собой людей, хорошо, и сегодня, сегодня вас приглашаю в путешествие такое прекрасное, в день солнцестояния, в день равнодействия, да, у нас сегодня очень-очень сильный день, очень сильные энергии, мы с вами начинаем день, правильно, да, с садхана, и сегодня я вас познакомлю с интересной крией, которая называется Сурьи Крия, это солнечная крия, так все, видите, как интересно все совпало, солнечный день, солнечная крия, и мы сегодня с вами, вчера, когда готовилась, да, я не знала, какую медитацию дать в конце класса, да, после крия, думала сначала одну, что-то, так вот, и когда быстро настроилась уже на группу, да, я поняла, что мы сегодня с вами будем делать медитации на процветание. Хочу вас провести очень прекрасную медитацию после Сурьи Крия, практика, которая утраивает, да, которая утраивает доходы человека, даже точнее не так, это финансово, да, в финансовом таком направлении, да, то есть утраивает финансовую часть, но это практика, которая дает человеку ту энергию и ту силу, в которой он нуждается, в том направлении, в котором он нуждается, ему нужно это направление раскрыть, вот, И также вам дам медитацию перед медитацией на процветание, я дам медитацию на силу слова. Для того, мы сегодня с вами много будем работать с пупочным центром. Пупочный центр в йоге и в других направлениях он считается самым основным. Это тот центр, он находится ниже пупка, где-то на 5-7 сантиметров. Это тот центр, в котором зарождается энергия кундалини, зарождается жизненная энергия. И сегодня я вам покажу практику, которая дает человеку способность для коммуникации, чтобы вас слышали. Не только очень важный такой момент научиться слушать, но еще очень важно все слова, которые вы говорите, чтобы вас их услышали, донести до человека. Иногда такое бывает, что вы говорите, а человек говорит, а его не хочется слушать. Когда мы произносим, когда мы говорим из пупочного центра, когда мы говорим из пупка, тогда наши слова слышат и тогда наши слова имеют, вы знаете, ценность. Хорошо, и для начала мы с вами откроем пространство кундалини практики. Вы уже знаете, вам учителя рассказывали, но еще от себя скажу, что пространство кундалини практики. Мы начинаем открытие пространства для того, чтобы мы соединяемся со своим высшим я, со всей высшим своим я, со своим внутренним учителем, своим внутренним гуру, который нас ведет. Очень важно, когда мы себя слышим. Слышим отклик своего сердца. Откликается, не откликается. И это самое первое ощущение, которое мы ощущаем в своем сердце, либо внутри себя. Оно нас никогда не подводит. И это очень важно. Мы сейчас с вами откроем пространство мантры Онгнамо Гурдэвнамо. Это Адди мантра. У кого-то микрофончик включил. И это позволит нам соединиться со всей золотой цепи учителей, как она берет нас. И с вами расстраиваем руки. Для чего мы расстраиваем руки до состояния тепла? Для того, чтобы создать электромагнитное поле вокруг сердечного центра. Ручки намасте на сердечный центр. Большими пальцами прикасаемся к центру груди. Выравниваем позвоночник. Почувствуйте свои седалищные бугры, всю тяжесть тела под собой. Выравниваем позвоночник. Макушка тянется вверх. Шея наше как бы продолжение нашего позвоночника. Смотрим в точку третьего глаза. Делаем вдох. Выдох. Вдох, чтобы начать. Ом. 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 Делаем руки вдох, выдох, опускаем руки на колени. Оставайтесь закрытыми глазами и сейчас почувствуйте себя, как на вас влияла мантра «Открытие пространства» и ощутите сейчас всех, кто практикует с нами онлайн. На самом деле сейчас практикуют многие люди на всей Земле, на всей планете. Потому что сегодня единственное состояние и очень сильный день, и наша практика, наша утренняя практика, вообще целый день практики будут очень сильные. И наша практика сегодня усиливается много раз. Хорошо. И мы сейчас пойдем в такое небольшое путешествие. Мы с вами пойдем, познакомлю вас с Сурьи Крией, что означает «это солнце». И мы с вами сделаем, поскольку у нас сегодня начало дня только, да, и мы с вами сегодня будем выполнять именно солнечные практики. Что дает Сурьи Крия? Она дает человеку крепкое здоровье. Она дает и зажигает в человеке, наполняет его солнечной энергией. Солнечная энергия дает человеку такое, знаете, крепкое здоровье, да, и тепло внутри, да, которое позволяет человеку наполненность, да, и много сил и энергии дает, именно солнечная энергия, да, и человеку позволяет не мерзнуть, да, быть постоянно активным, быть сильным. И наполненным жизнерадостным. Эта практика также очень хороша, и те упражнения, которые мы будем выполнять, а мы здесь, я вначале проговорю, чтобы уже в практике не дополнять, мы будем выполнять еще с вами Сат Крии, да, это ее можно, это практика, которую Крия, упражнения, которые наделили, да, прям целую три, его можно делать отдельно. Практика, которая способствует усилению чакр, да, мы с вами будем работать с нижним треугольником и наполнять от пупочного центра, да, мы наполнять будем все наши чакры, верхние чакры, да, вот. Также эта практика работает с позвоночником, да, с нашей ликварной жидкостью, да, спинно-мозговой жидкостью, стимулирует обновление. Также суритрия, она работает с нашей брюшной полостью, да, со всеми органами, которые там находятся, делая с помощью упражнений, да, которые мы будем делать, мы будем как бы некий массаж делать внутренним органам. Это будет стимулировать кровообращение, улучшение кровообращения, да, и тем самым улучшать их работу. Хорошо. Хорошо. И также суритрия, она очень хорошо очищает наш ум, да, наше подсознание, вот, и хорошо улучшает работу наших улучшений. Первое упражнение, которое мы с вами выполним, оно будет очень легкое. Правая наша рука будет лежать в банн-модре на колене, левой рукой, большим пальцем, все остальные четыре пальца, они смотрят вверх. Левым большим пальцем мы закрываем левую ноздрю и медленно будем дышать, и медленно просто будем дышать через правую ноздрю. Хорошо. Если есть вопросы, можете сейчас их задать, может быть, что-то непонятное. Если вопросов нет, мы будем с вами начинать. И закрываем правую левую ноздрю, глаза наши закрыты, и мы дышим правой ноздрю медленно. Глубокий вдох и медленный глубокий выдох. Это называется солнечное дыхание, дает нам ясность ума. Медленно и спокойно. И также работает с нашим правым каналом имновой. Сейчас активируем солнечную энергию для того, чтобы победить сам. Выполняем от 3 до 5 минут. Продолжение следует... 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 Сат-наам. И чувствуйте, как с вашего помощного центра освобождается энергия и распространяется, поднимается, распространяется по всему телу. Сат-наам. 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 108 раз погибом, это приблизительно полторы минуты. Вдох через нос, выдох через нос, делаем вдох и выдох, расслабляемся. Следующее упражнение у нас будет поза лягушки. Как выполняется поза лягушки и для чего мы это делаем? Поза лягушки, смотрите, мы садимся на хорточки, соединяем пяточки вместе. Наши стопы разведены в сторону. Пальцами мы прикасаемся к полу. Смотрите, как мы будем делать. Делаем вдох, поднимаемся. Но пальцы наши, пальцы наши на полу. Не отрываем. Выдох. Опускаемся, садимся в исходное положение. Смотрим вперед. И опять делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Угу. Хорошо. И засекаем время. Угу. Выполняем двадцать шесть раз. Смотрите, кто сколько сможет, сколько и выполняйте. Сможете пять раз? Выполняйте пять. Десять? Хорошо. Пятнадцать? Отлично. Двадцать шесть? Супер. Угу. Сколько можете, сколько выполняйте. Угу. И начали. И трех. Ставим. Теперь сделаем эту часть. И движение следует на диске. Диапатия, биопатология, биопатология, биопатология. Практики, которые мы занимаем, назначают профессионалов после операционного периода. И которые улучшают и помогают восстановиться. Эти практики дают крепкое здоровье, обновление, молодость. Работает потрясающе. Продолжаем делать. Эти упражнения, которые мы с вами сейчас делаем, а также помогают для того, чтобы нормализовать и избавиться от избыточного веса. Если вы сделали, садимся на колени и пятки. Следующее наше упражнение. Садимся на коленки и пятки. Быстро, грузы, кальку, блядь. Садимся на коленки и пятки. И мы будем делать повороты головой. Влево вдох, вправо выдох. Глаза закрыты и про себя смотрим в точку третьего глаза. Если вы не можете смотреть в точку третьего глаза, ничего страшного. Просто через глаза смотрите как бы вдаль. С закрытыми глазами как бы смотрите вдаль. И про себя повторяем мантру. Сад нам. Сад на вдохе поворачиваем. Влево в сад. Вправо. Выдох. Нам. Сад. Нам. Сад. Нам. Угу. И я начинаю. Это упражнение откроет горловую чакру, простимулирует кровообращение головного мозга и работы щитовидной и пара щитовидной желез. Повороты головой также делайте в своем темпе. Кому-то захочется быстро сделать, кому-то захочется медленно сделать. Имеет значение. Делайте, чувствуйте себя и делайте в своем. Делайте. Продолжение следует... Еще 30 секунд, продолжаем делать, делаем вдох по центральной линии. И вдох, посидим с закрытыми глазами, почувствуйте себя. Отлично. Садимся в простой позу, это поза с крещенными ногами. Первый раз. Четыре пальца. И у нас будут повороты такие, подобные маятнику. Мы вращаемся, делаем такие движения подобно маятнику. Всем точь. Глаза наши закрыты. Наши локти, наши руки параллельно полу. По вдохам наклоняемся вверх. Это упражнение также развивает гибкость позвоночника. Распределяет энергию по всему телу и балансирует электромагнитное поле. Тело наше расслаблено. Не напрягайте его с ночью прямой. Вы заметите, как ваше тело автоматически само по себе начнет двигаться. Отдайтесь этому процессу. Если у вас возникают болевые ощущения в плечах, руках, это энергия проходит в этих местах, сейчас проходит энергия. И где был какой-то плохо, она, соответственно, либо зажатость какая-либо, непроходимость энергии. У нас сейчас энергия распределяется. И таким образом, пробивая эту преграду, у нас возникают такие болевые ощущения. Проходите это, не пугайтесь. Позволяйте всему, доверяйте, позволяйте всему. На самом деле, иногда, да, наш ум просто очень сильно больно, но не может. Но вы хозяин своего тела, вы хозяин своей жизни. И вам лучше знать, да, что для вас и для вашего тела лучшее, чем оно нуждается. И вы говорите уму, что это делает. Не он вам. Просто практики в долине нам дают осознанность. Нам дают быть хозяином своей жизни, хозяином всего своего тела. И быть победителем в своей жизни. Трактику, которую мы с вами грею, которую мы с вами выполняем. Еще одна минута осталась. она дает способность человеку быть сильным и страшным. Идти и брать то, что он хочет. То, что его отвлекается по сердцу. Не бояться идти вперед, побеждать. Дает человеку быть уверенным в себе и знать, что он самый лучший, он единственный такой на этой планете. Каждый из вас, каждый из вас уникальный. Просто эта практика, эта грея, она раскрывает. И знаете, так отпускайте свое тело и пускай оно само по себе становится по центральной линии, останавливается. Мы не резко его останавливаем. Оно само по себе останавливается по центральной линии. Делаем вдох. И выдох. Опускаем руки на колени. И глаза наши закрыты. Обязательно пейте воду. Направьте внимание внутрь себя. И медитируем какое-то мгновение. Погружаемся. Идите внутрь себя все глубже и глубже. Погружайтесь. Все глубже в себя. Расширяйтесь внутри себя и погружайтесь. Позвольте процессам, всем процессам, которые сейчас происходят в вашем теле, в вашем пространстве. Позволяйте всему происходить. И идите дальше. Смотрим внимание наши в точке третьего глаза. Позвоночник наш прямой. Стягиваем в почный центр. Делаем мулабанху. И дыхание медленное и глубокое. И про себя повторяем мантру. Ставь на вдохе. Нам на выдохе. И про себя повторяем мантру. Ставь на вдохе. Нам на выдохе. Ладошки смотрят вверх. Можно сделать мудрый ган мудрый, когда соединяются большие указательные пальцы. И так. И так. И так. И так. И так. И так. Гор actions и делаем. Самое время. Смерть очень cuff. Всего це. Ну, у меня. Посоль это оемо. И MARK Creek делала когда у вас, gibt, но у насron Sehr смык. Нлова и в candлова. FT coe brave в сл imagem... Девочки, у кого критические дни, малабанху и пупок мы не втягиваем. Просто можете концентрацию сделать на пупочном центре, то есть немножечко так его втянуть. Малабанху не делаем. И если кто беременный, точно так же мы не делаем. И пупок не втягиваем. Продолжаем дальше мешать. Продолжаем. У вас возникают какие-то мысли. Позволяйте им быть. И пускай они улетают, как облака. Мы дальше смотрим в точку третьего глаза. И продолжаем медленно. Продолжаем. В конце линии практики нас учит быть наблюдателями. Учит нас в смиренности, в спокойствии. Практика нам дает все то, что... Да, мы смотрим в точку третьего глаза. Либо на кончик носа стимулируете нашу железу. Гипофиз, гипоталаму, шишковидная железа. Они стимулируют... ...заживание новых нейронов. И делаем глубокий вдох. И выдох. Молодцы. Очень хорошо. Как самочувствие? Можно попить водичку. Сад крия наша закончилась. Точнее, сурья крия. И еще раз повторю. Чем мы с вами работали? Мы с вами работали. Что дает эта практика? Что дает эта крия? Она наполняет нас солнечной энергией. Это жизненной энергией. Эта энергия, которая позволяет нам действовать. Она приводит к действию. Дает нам заряд на целый день. Эта практика также улучшает наше физическое здоровье. Эта практика способствует поддержанию нормализации веса. Эта практика также балансирует и наполняет нас праной и опаной. Балансирует эти энергии. И, собственно, улучшает пищеварение. Улучшает ясность ума. Улучшает работу наших чакр, нашего позвоночника. И следующая. У нас еще с вами осталось две медитации. Это как я вам обещала. И первую медитацию, которую мы с вами выполним, это будет на силу слова. Это будет на то, чтобы ваша коммуникация была наиболее эффективна. Для того, чтобы вы то, что вы говорите, вы могли донести до человека. Для того, чтобы вас услышали. Как будет выполняться эта практика? Мы будем работать с мантрой Хар. Все знают эту мантру Хар. Кто не знает, мантра Хар – это одна из, так сказать, одной Хар означает одно из имен Бога. И эта мантра, она нас соединяет с творческой энергией. Она в нас зажигает творческую энергию. Мы будем с вами работать и с пупочным центром. Это практика. Когда мы работаем с вами с пупочным центром, это дает нам силу. Мы спобождаем, и как уже вначале говорила, что в пупочном центре – это один из важных центров. Где находится пупочный центр, он находится немножко ниже от где-то, кто-то говорит, два пальца от пупка, кто-то говорит пять сантиметров от пупка, но приблизительно, приблизительно, где-то там ниже пупка. Вот. И этой практикой мы, что мы будем делать? Мы будем свой пупочный центр соединять и с нашим кончиком языка. Смотрите, как будет выполняться эта практика. Руки наши будут лежать буквально мудрее на коленях, либо в паховой зоне, и пальцы соединяются в большую. Как вам будет удобно. Глаза наши будут закрыты. И мы будем произносить мантру «Хар» про себя. Но тантрический «Хар» в записи, он будет играть. Смотрите, как мы будем делать. Мы будем, когда мы произносим «Хар», наш пупочный центр, мы как бы пупок втягиваем, выталкивая «Хар», выталкивая из пупка и кончиком языка касаясь неба. Таким образом, в нашем пупочном центре находятся 72-2 тысячи каналов, которые активируются с помощью этой практики. И 72 самых важных канала в нашем пупочном центре. То есть от пупка до пупочного центра расходятся по всему телу как бы вот эти каналы-меридианы, мы еще так называем. Эта практика также будет, она имеет свойство исцеления. Она будет исцелять все ваше тело. Мы будем делать, делаем вдох, выдох, полный выдох. И мы будем качать пуп, произносить про себя «Хар» в ритм мантры, который будет играть. Когда вы уже почувствуете, что вам нужно вдохнуть, вдыхайте. Ну, не доводите до критического такого состояния, когда прям хочется сильно-сильно вдохнуть. То есть вы чувствуете уже, нужно делать вдох. Делайте опять вдох, выдох. И опять делаем про себя, качаем руком. «Хар», «Хар», «Хар». И смотрите, мы произносим «Хар» не просто «Хар», а у нас получается такой мягкий «Хар». Когда мы соединяем пупок и кончик языка, кончиком языка ударяем небо, на небе у нас также есть жизненно важные проходят меридианы, которые активируют и влияют также на наш весь организм и влияют на наш головной мозг, активируя участки, которые нужны. И своей вибрацией они способствуют вибрации в головном мозгу. И это также влияет на наши миронные связи и активирует те участки в головном мозгу, которые, может быть, где-то неактивные. Оно как бы балансирует. И, хорошо, включая нам мантрочку. Я думаю, понятно объяснила? Если непонятно, давайте напишите еще раз объясню. Вроде бы. Значит, еще раз повторю. Руки наши бывают мудрые на коленях, либо в паховой зоне. Глаза наши закрыты. Мы делаем глубокий вдох. Полный выдох. И на выдохе про себя повторяем мантру «Хар». При этом задействуем пупок в кочный центр, выталкивая «Хар». Ну, это будет безмолвно происходить. Как бы «Хар» и кончиком языка. Хорошо. И поехали. Здесь какое время. Мы выполним три минуты. Это моя одна из любимых практик. Она очень действует. Она очень действует. Повторяем мантру про себя. Качаем кухон на выдохе. Деваем полный вдох. Полный вдох. И про себя качаем кухон. И ее почеком языка. Касаясь в оба. Попухляем про себя мантру. Мантру. Мантру проиграешь. Мантру про глядь. Мантру проиграешь. Мантру проиграеш. Мантру про пищу. Мантру проиграешь. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И делаем глубокий вдох, выдох, и пробуждаемся, чувствуем свое тело, пошевелите ногами, руками, затяните коленки и груди, сделайте прикаты и медленно полымайтесь. Отлично. На этом наша практика с вами подошла к концу, к завершению. И скажу еще пару слов от себя. Вы знаете, кундалини йога, она имеет все инструменты для исцеления, для возвышения себя. И сегодня в такой чудесный день, волшебный день. И сейчас перед Новым годом, перед Рождеством чудеса, волшебство, оно в пространстве. И практикуйте, делайте сейчас свои, ставьте на верение на следующий год, пишите свои цели, что вы хотите. Обязательно это исполнится. С практиками кундалини йога это обязательно исполнится. Я вам хочу сказать, что в свое время, когда я пришла на тренинг учителей и провела год в Сангате, в дружном Сангате, мы проходили разные, поднимались разные ситуации, поднимались разные ощущения, чувства. Но мы это прошли все вместе, я вам хочу сказать, что тренинг учителей и, так понимаю, многие из вас идут на тренинг учителей, да, либо думают еще. Он, конечно, меняет и трансформирует жизнь, трансформирует тебя полностью. Если вчера, вот вы знаете, я когда готовилась и сидела, думала об этом, насколько за год все изменилось в моей жизни, изменилась я сама, и открывает с помощью практик кундалини йога и с помощью того, что мы с вами практикуем в группе, да, именно в таких больших Сангатах, групповых практиках, да, все это усиливается. Я вам хочу сказать, что вы через год вы себя не узнаете, через несколько месяцев вы себя не узнаете. Это дает процветание вам во всех сферах жизни, это дает раскрытие бесстрашие. Ты становишься победителем своей жизни, и ты идешь, и идешь к своей цели, да, и ты слышишь то свое предназначение, то свою миссию, которая у тебя есть, и то, к которому ведет свой гуру, да, внутренний твой учитель, и это потрясающе. Нас ведет гуру, нас ведет Всевышний, слушайте свое сердце, слышите его, оно вас никогда не подводит. Если откликается, делайте, берите и делайте, просто делайте шаг вперед и побеждайте. Я вас благодарю, это была превосходная практика. Крепко всех обнимаю, давайте с вами закроем пространство. Делаем дох. Пространство кундарине закрывается мантрой сад нам. Длинный сад, короткий нам. Сад нам. Сад нам. Сад нам. Сад нам. не были, просто идите вперед, верьте, самая главная вера, верьте и побеждайте. Как бы вам тяжело не было, просто маленькими шажочками идите вперед, и все будет классно, и все будет потрясающе. У кого все уже потрясающе, это будет еще вдвойне усиливаться и увеличиваться. Я вас обнимаю, благословения вам и хороших практик на целый день, и хорошего вам дня. До скорой встречи. Продолжение следует...